Всем привет! Как-то я выпускал ролик про героев Варкрафта, которые стали прототипами героев из Доты 2. Там я показывал вам всяких архимондов, орков-всадников или данов и пояснял, в кого же они превратились в нынешней Доте, какие спылы у кого позаистовали и всё в таком духе. Там же мы договорились, что если вы соберёте 20 тысяч лайков, то я сделаю вторую часть. Лайки вы, конечно, собрали, но я же не уточнил, когда именно выпущу этот ролик. Ну да, там прошло какие-то жалкие 11 месяцев, но трушные фанаты дождались же, верно? Для второй части я придумал немного другой формат. Вместо того, чтобы просто показать вам героев в лобби, демонстрировать спылы и прочее, я решил пройтись по сюжетной кампании третьего Варкрафта. Показать вам, что же там такого интересного в игре было, попутно продемонстрировав, какие герои потом перекочевали в Доту и какие спылы со шмоточками они носили. Конечно, уместить всю эту огромную сюжетку в один ролик я не смогу, поэтому сегодня мы будем смотреть за сюжеткой Альянса, но если вам это прям очень понравится, с вас 25к лайков и я честно сделаю вторую часть. И возможно на это не потребуется еще один год. В общем, усаживайтесь поудобнее, кушайте еду, пейте воду и приятного просмотра. Игра открывается мультфильмом в качестве 360 рублей, в котором собрание областных депутатов решает, как отмыть побольше шекелей на перекладке асфальта, как вдруг их прерывает маг-волшебник-кудесник Медив, превратившийся из вороны в живого такого челепизлика. Он толкнул Мтерегу к проэпидению кишечных гриппа в области и что в целом надо бы что-то предпринять, на что все на ним просто угарнули и выгнали из мраморного кабинета. К чему нам это все? А, к тому, что моделька Медива потом перекочует в Доту и станет Рубиком. Да, сходство визуальное между ними такое же, как и функциональное. Пожилой мудрый метаморфирующий дед, который обращается в сороку-ворону, кашку варила, деда кормила в Доте, потом станет дерганым картавым школьником, который будет подворовывать чужие способности. В Варкрафте Медив неиграбельный персонаж, так что про его спылы сказать вообще ничего нельзя. Факт только в том, что он по сути один из самых могущественных магов Средиземья на уровне с Гэндальфом, Дамблдором и Йеннифер из Венгиберга. После мультфильма начинается кампания The Alliance. Мы стартуем за Артаса, более известного в широких кругах как Венецианский Маньяк. Он обсуждает с утром неких орков, которые кошмарят местных жителей и план по их усмирению. С этого и стартует геймплей. Тут мы сразу встречаем двух нам знакомых персонажей. Артас перекочевывает в Доту в виде всеми любимого Омни Найта. Ему даже заранее качнули Пюрификейшн, который на первом левеле уже хилит по 200 единиц здоровья. Только применять его можно на союзников, на себя к сожалению нельзя. А также можно кинуть на врага и нанести ему вдвое меньше дэмэджа. Но только при условии, что враг нежить. И то кстати не любая, на каких-нибудь скелетиков это не прокает. Моделька утера в каноничном виде в Доту не перекочевала. Но вот утер посаженный на лошадь, который является отдельным юнитом, но все с такой же устрашающей оппонентов маскулинной гигачатовской нижней челюстью, в Доте стал легионкой. Ну да, для молодого поколения дотеров будет шокирующим тот факт, что легионка первоначально была мужчиной. Хм, да еще каким. Короче говоря, дальше мы, управляя Артасом и небольшим отрядом малышей-пехотинцев, идем наводить порядок по деревне. Помогаем детям веселиться и хохотать. После чего вербуем местных алкашей, вооружая их холодным оружием. Ну и разумеется, помогаем местным жителям с утилизацией лишних ртов в семье. В общем, проводим такую нормальную деревенскую зачистку, за что нам насыпают немного экспы. И мы теперь можем вкачать нашему омнику пассивку, которая бафает армор наших корешей вокруг. Хочу обратить внимание на то, что все ауры в Варкрафте добавляют анимацию вокруг героя, показывая, что он теперь не просто лошок какой-то, а раздающий бафы своим корешам. Добравшись до города, нам встречаются дефолтные орки бугаи, которые в доту также не перешли, но их моделька была задействована при создании модельки Леона в первой доте. У бугаев, естественно, нет никаких активок, это просто большие крипы по 700 хп, единицы армора и двадцатки дэмэджа с руки. Ну а дальше по сюжету мы встречаем оппонента посерьезнее, прототипа Чао Снайта. Это своего рода мини-босс первой локации, надсмотрщик. От Чао Снайта у него только щит, меч, конь-шлем и красная пропитая рожа. Хп у него чуть больше, чем у дефолтного бугая, а также 3 единицы армора и 30 дэмэджа с руки, но как и любой бот в компании на среднем уровне сложности, он бьется райт-кликом за 5 секунд. Надо признать, что весь начальный геймплей игры это нажимать райт-клик на врага и по возможности наводиться первым с полумартоса на союзных челиков, которые теряют хп быстрее других. В общем занятия для дошкалят и без каких-либо потерь мы прошмыгнули во вторую главу. Во второй главе нам нужно воевать и мастерить, ну из названия игры так и понятно, но так как постройки к доте отношения не имеют, этот процесс я для вас любезно скипнул. После дефа построек и сбора небольшого отряда, к нам приходит быковать местный зеленый авторитет среди орков, мастер клинка. Из первой части этой рубрики вы уже знаете, что в дальнейшем он станет джиггернаутом, правда спилы у него немножко другие. Это стронг иллюзии, которые никак от основного героя не отличаются, миссы и криты. Этого пацана нам нужно по сюжету миссии найти, объяснить, что он неправ и чисто профилактически поломать пару коленей. Ну а чтобы нас как-то замотивировать, сторителер показывает, как это бездушное чудовище убивает беззащитных человеков в сеточках. Да, ты бы еще детей поубивал голыми руками, монстр. Короче, мы отправляемся в путь, перебиваем несколько бугаев, чаоснайтов на минималках и добираемся до мастера клинка. Он, конечно, кастует нам свои колдунства, обманывает своими иллюзиями, но таки отправляется прямиком в Альгал, так как нас тупо больше. Нам, кстати, хватает экспы на новый спелл. Знакомьтесь, божественный щит. Это просто иммунитет к любому дэмэджу на 15 секунд, который кастуется только на себя любимого. Кулдаун маленький, так что за долгую драку можно скастовать пару раз. На этом вторая миссия заканчивается, и вот дальше нас ждет прям парад героев из доты в следующей локе. Сначала нам показывают Антонидаса, верховного мага чего-то там, который в дальнейшем станет кипером зелайтом. Он разговаривает с Джайной, чья моделька дарует нам в дальнейшем девочку-цемочку. На заднем плане развлекаются и кастуют своих иксы в оппонентов потенциальные лины. Ей просто огненные ручки добавят, а так прям моделька целиком пошла в первую доту. А там еще и ораклы за ней наблюдают на заднем плане, но их мы встретим поближе чуть позже. За Антонидаса нам поиграть не дадут, а вот Джайну и ее квадратный бюст дадут потрогать прям сходу. Девочка мало того, что легко справляется с парой огар-магов, да-да, убегай, голопопик, так еще и сумонит себе карманного морфлинга. Просто 450 хп, 25 демеджа с руки и живет этот алоха-дэнс ровно минуту. Правда, стоит он почти полстолбоманы, так что просто так сумонить морфа мы не будем, а прибежем на ластфайты. Также эту миссию мы стартуем с капитаном пехотинцев. Этот мини-чар с одной активкой в первой доте станет Драгон Найтом. Ну, тот, что Дэвиан. Активка у героя довольно забавная, что-то среднее между щитом Марса из второй доты и Блейдмейлом. При активации щита твои мальчики ходят на 30% медленнее, но блокируют 50% рейндж демеджа, а каждую третью рейнджовую тычку кидают обратно в оппонента. Короче, на самом деле против рейнджовиков это лютая имба, и определенно то, чего не хватает Драгон Найту. Вольво, добавьте полозе. Дальше по ходу миссии мы вырезаем толпы скелетной нежити. По сути, самые слабые юниты в игре, которые пытаются брать число. Но, что интересно, скелеты-лучники прямо в таком виде отправляются в первую доту, их просто апскейлят, и они становятся клингзом. А скелеты-мечники в своем также увеличенном виде стали прототипом для скелетанкинга, который потом стал просто врейскингом. Какая плодотворная миссия, мы тут встретили уже героев 5, а это еще не все. Помните, нам показали мельком ораклов? В миссии нам дадут парочку таких. И это одни из самых крутых чаров у Альянса. У них есть персональный хил, который можно поставить на автокаст, и они будут хилить своих пацанов, пока у них хватает на это маны. А также у них есть диспел, который работает так же, как у синей панды Брюмастера. Он, собственно, диспелит всякую гадость, а еще наносит по 200 дэмэджа призванным юнитам. Надо сказать, что в Алике почти все диспелы работали именно так. В общем, бежим и по локе, деремся, качаемся, и нам дают еще несколько скиллпоинтов. У Джайны удивительным образом третий спел это Аркан Аура Цемки, которая очень странно описана как способность, и вообще непонятно, сколько маны она восстанавливает. Зато анимация крутая. А вот первый спелл Джайны это старая шапнель снайпера из доты. Если кто помнит, она еще по стройкам дэмэдж наносила. Тут то же самое. Кастуешь как будто бы звездочки какие-то типа Старфола, но он дамажит и героев, и строение. Короче, кайф тотальный. Тут же мы находим свой первый артефакт. Ядрить его в корень, конечно же. Обычная мантлафотеллендженс на 3 инты. Кстати, выглядит намного круче, чем в доте, согласитесь. Ну и вот так вот со светскими беседами мы доходим до конца Локи и встречаем Келтузеда с кучей злобных пацанов нежити. Во-первых, это просто модель дефолтных рейнджевых крипов у команды Дайер. А также его бесплотная форма, что-то по типу призрака Келтузеда, станет потом моделькой Некрофоса, который в первой доте назывался Некролитом. Зеленый такой парень, симпатичный. В общем, по сюжету Келтузед сбегает из передней правой лапки построения пауком и оставляет свою нежить в меньшинстве. Сначала получают лицо Скелеты, потом Малыши Гули, да-да, которые потом превратятся в крипов в первой доте, а также даруют модельку Лайфстилеру. Ну опять же, ее просто в полтора раза увеличат. Ну и конечно, тут нам впервые дадут пощупать любимца всей публики пиджака. Более известного как Добряк Дув, более известного как Чинчопа, Кухжопа, чью красоту оценила даже сама Джайна Праудмур. В сюжетке Варкрафта это просто жирный юнит сил нежити, который не обладает никакими активками. Но если прокачать соответствующее исследование, ему добавлялся рот, который просто пассивно сжигал пацанов в округе. Но тут пуджи просто бьют кольтёй с мясным крюком по голове и впитывают дамаг. Короче, мы с пацанами и девчонкой кастуем вообще все, что можем, даем ридановцам жестко пососать бибу и идем ломать вражеский чумной амбар, ради которого все это, собственно, и было устроено. В некст главе Артем и Анжела идут по следу киллтузета, попутно узнав, что чума распространяется через зерно, которое разводят по всему лордерону. По ходу движения в лесу мы встречаем сначала мурлоков, один из которых такой фиолетовый и самый несимпатичный, позже станет сларком в первой доте. Это, по сути, просто нейтральный лесной крип с активкой, как у троля в доте, который накидывает сетку на оппонента. А дальше мы встречаем големов, чьи любимые занятия станет врагов своими кулачками. Помимо голема, который скидывает варлок, еще в доту добавили самого большого и сильного голема, вот этого гранитного. Именно его моделька станет рашаном в первой доте. Лайк, если тоже прослезился, когда увидел расположение рашпита. Пройдя пару нейтральных спотов, мы добрели до базы нежити. Тут хочу познакомить вас с зекуратами. Да, те самые башни. Их, играя за нежить, можно было грейдить, и помимо возможности закупать больше юнитов, зекураты получали возможность атаковать приходящих на твою землю басурман, что позволяло успешнее дефать базу. Такие зекураты впоследствии стали прототипами таверов за сторону дайр в первой доте. Разобравшись с базой лидановцев, мы проходим вглубь и сперва находим Тимми. Это дружелюбный гуль, который сидел в клетке. Разумеется, дружелюбный здесь только он, так что мы отправляем его в таверну и получаем кольцо на плюс один ко всем статам. Такая вот местная Иринбрюнка. Ну а дальше мы находим самого Келтузеда. Тузед втирает нам какую-то дичь про то, что Артас пожалеет обо всем, что делает, что вообще он не ту дорожку выбрал, и скоро ему, короче, вообще будет очень грустно. И что если он хочет вообще раздуплиться и понять, что на самом деле происходит, ему стоит сгонять в стратхель. Потом Тузед дает заднюю, сверкает пятками, нам нужно снова кромсать лайфстилеров и прочую нежить. После мы встречаем несколько пиджаков, а потом и самого Келтузеда, которого они так старательно дефают. Тузед уже во второй раз втирает Артасу какую-то дичь, но пацан никого не слушает, бьет молотом Тузеда по голове и отправляет его обратно в загробный мир. Ну и вот наступает самая худшая глава за всю Альяновскую кампанию. Мы прибываем в Харглен... Харглен... Харглен! Харглен! Замечательная деревня Харглен! Короче, эту деревню со всех сторон насадили проклятые неживые скелетоны, но вместо вкусных йогуртов они предлагают всем смерть. Ко всему прочему, оказалось, что народ, который жрал это зерно зараженное, еще и в зомби превращается. По итогу Джайну мы посылаем за утром, а сами остаемся дефать базу на целых 30 минут к ряду. Но чтобы мы не так сильно грустили, нам дают немножко повоевать и помастерить. А также призвать новые виды войск, среди которых гномы с ружьями. Думаю, вам понятно, чей прототип этот замечательный бородач в плаще. Актив их у них нет, но есть единственное улучшение, которое позволяет немножко дальность атаки свою увеличить. А также нам позволяют призвать волшебниц, тех самых, которые потом станут линами. У них две особенности. Первая, это очень убогая анимация передвижения, будто они какие-то полуденецы из Ведьмака. А вторая, это их самая сексуальная озвучка на русском языке. Не так быстро, котик. Но согласитесь, захотелось поиграть только на ней. Спилы у нее забавные. Первый, это активка с автокастом на замедление передвижения оппонентов и их скорости атаки. Что-то по типу энчанта инчи. А второе, это инвиз, который можно скастовать на любого союзника. Что примечательно, True Side большинство таверов в Варкрафте не имеют, и можно спокойно бежать на вражескую базу и оценивать ситуацию на поляне. Короче говоря, клепаем мы юнитов, ДФМ волн нежити, но при попытке пойти аналогичным образом накрыть оппонентов на их территории, нам не помогает ни смекалка, ни построение пауком, ни даже вкачанный ультимейт на Артасе, который, к слову, выглядит как Гвардиан Энджел, но работает совсем по-другому. Мы просто ресаем 6 рандомных союзных юнитов, которые умерли в небольшом радиусе вокруг нас. А вилка стоит много маны, имеет огромный КД, но в драке может зарешать нехило. Правда, не в случае этой миссии, так как по скрипту мы просто обязаны дефить проклятую базу все 30 минут. Кстати, на вражеской базе мы впервые встречаем модельку Лича из первой доты. По сюжету это будет воскресший Келту Зет, сори за спойлер, так что пока ограничимся этой инфой, а про его сплывы расскажем, когда встретим его полноценно по сюжету. По ходу миссии появляется доп. задание остановить вражеский чумной караван. Наконец-то игра, где можно грабить караваны. Внутри них мы находим амулет на плюс 3 к статам и тпшку на базу. В общем, оставшееся время оппоненты наседают, остается последние полминуты, нам начинают уже ломать бараки и нести трон, как вдруг Утр с кучей легионок из первой доты жестко врывается и помогает Артасу не ливнуть до падения трона с позором. Артас бесится, говорит, что надо двигать в Стратхельм, разбираться с главным попсовиком-затейником Малганусом, который вот эту всю чуму придумал и зомби, и нежить, и все такое. Хотя Утр, как старший товарищ, категорически против этой довольно глупенькой подростковой затеи. О, прости, что отвлекаю от просмотра замечательного видео по Варкрафту 3, просто хочу напомнить, что уже завтра стартует Римлига на 1 миллион долларов, где сыграют все топовые команды, а открывать Турик будет матч Фишмана против Рамзеса, ну да, то самое классическое противостояние, в котором я отдаю свое предпочтение команде Пант, ну а если ты тоже хочешь сделать свою ставку, то рекомендую воспользоваться сайтом Ван Икс, а также не забудь забрать мой промокод в закрепленном комментарии. Артемий все это дело игнорит, и в Некстглаве приезжает в замечательный город-городок Стратхельм. За ним прикатывает Утер и Джайна, чтобы так сказать надавить на тормоза. Артес видит, что весь город уже заражен чумой и принимает самое логичное, миролюбивое решение. Утер говорит, мол, Тюбик, ты чего такое несешь? Надо как-то иначе все порешать. Но Артесу, мягко говоря, пихуй. Он начинает гнуть свои ЧСВ пальцы, мол, я вообще-то принц, так что делаю, что хочу, ну и отправляется вершить правосудие в Стратхельм, где и пересекается с Баланаром, то есть с Малганусом. Весь город должен быть уничтожен. Я ждал тебя, юный принц. Я Малганус. Да, крылатый вампир, это прототип злобной синей сигнатурки Андрея Мершина, знакомьтесь. Но вообще, честно говоря, прототипом был не совсем Малганус, там этих вампиров было довольно много, и в итоге выиграл тот самый вот длинный, вытянутый мордой, ну прям как у меня. Короче, много героев в Варкрафте, на самом деле, были похожи на меня, вы это еще дальше узнаете. После того, как по ладошкам пацаны ударили, начинается состязание. Кто в городе больше народа перебьет? Малганус просто зомби делает из людей, или их убивает, Артес убивает и тех, и других. Как будто он до этого делал что-то другое. Мотивирует он это примерно так. Я не допущу этого. Лучше эти люди погибнут от моей руки, чем станут твоими рабами после смерти. А дальше начинается олимпийская дисциплина по убийству мирных жителей на время. Наша задача набить сотку быстрее Малгануса. Ну а сделать это проще простого, если Малгануса по КД отправлять в таверну на 3 минуты без возможности нажать байбэк. Миссия забавная, но довольно однообразная. Зато по ходу миссии мы встречаем зомбей. Да, тех самых, которые вываливаются из тамбы. А если зомбию еще и апскейннуть, то она будет моделькой андайинга в первой доте. Кстати, если ему надеть темные очки, он кого-то мне очень сильно напоминает. Малганус всеми силами не хотел лузать эту зарубу и даже дропнул мне игру без сейва. Так что во второй раз пришлось вообще оставить ему ноль шансов. Артемка был уже готов разбить Малганусу череп своим молотком с криками lightweight baby, но проклятый вампир жестко байтит его на поездку в какой-то Нортрэнд, недвусмысленно намекая, что там его ничего прикольного не ожидает. Ну и Артас, как альтернативно одаренный стример, естественно, все это дело соглашается. Снаряжает корабли и плывет жестко мстить рогатому вампиру с бархатным голосом. Не, серьезно. Ему сначала про Стратхельм прямым текстом сказали, что там вообще полная залупа. А потом и про Нортрэнд также сказали. Ну и теперь он такой «Хе-хе, поехали». После отплытия Артаса в Стратхельме устраивают классические шашлыки на масленицу, город немножечко подгорает, людишечки немножко расстраиваются. А, пригнавший туда утюг, поговорив с Дианой, решает гнать за Артасом через моря и океаны, дабы остановить глупого подростка. Артас прибывает в Нортрэнд и хочет обустроить лагерь, после чего найти Малганус и отомстить ему за то, что тот как бы заразил людей чумой, Артас по итогу их всех сам поубивал. Короче, мутная такая мотивация у героя, Но уже даже его сослуживцы пехотинцы замечают, что бочонок у него потек. Далее по сюжетке мы должны пробираться вглубь локации, чтобы найти базу Малгануса. И выйти с ним таки раз на раз. По пути мы встречаем волков, чьи модельки стали внезапно формой ульты Ликана. А дальше нас ждут ледяные тролли. Я думаю, не нужно вам говорить, чья моделька и чьим прототипом тут послужила. Забавно, кстати, что у главного тролля есть аура, которая позволяет бафать ранжевой урон стычки. А также в лагере у них есть жрец ледяных троллей. Который как нейтрал в смолкомпе хилит своих маленьких корешей. Ну а дальше мы встречаем нерубов. Всех размеров и окрасок. Маленькие нерубы просто дерутся. Пророк неруба, который стоит в бэклайне, может призывать скелетиков. А король пауков неруб просто золотой и красивый. Кстати, супер неприятные оппоненты убили мне моего хилищего пацана. Ну и естественно неруб воин стал прототипом вивера в первой доте. Там был еще один неруб, но моделька у него была другая. И он был поважнее, чем обычные эти лесные жуки-пауки. Из жуков нам дропнулась сфера льда. Это по сути орбов веном, который замедляет оппонента и наносит небольшой периодический дэмэдж. Короче, разобравшись с лесными чудовищами, поиграв так сказать нормально на пост 6. Артес внезапно находит лагерь Мурадина. Боевого гнома, который прибыл в Нортрен, чтобы найти там какой-то клинок Фростморн. Про который Артемка даже и не слышал. Мурадин это вообще прикольный такой чар. У него есть пассивка, которая с 25% шансом башит и наносит доп дэмэдж. Есть молоток под себя, который работает как тотем шейкера, но только не станет, а замедляет оппонентов и наносит ауэдж дэмэдж. А еще есть молоток, который ты швыряешь через пол экрана в оппонента и станешь его на 5 секунд. И вот эта вот помесь Тора и Питера Динклейджа в первой доте стала Зевсом. Ну у них тут короче спуталась немножко греческая скандинавская мифология, поэтому это как бы Зевс-громовержец и одновременно Тор с молотом своим электрическим. Ну и при этом он еще полурослик. Короче, вы поняли. В общем, теперь мы играем за двух чаров и небольшой отряд. Мурадин мне, кстати, нравится куда больше, так как у него намного интереснее и прикольнее скиллы. И наша итоговая задача сначала задефать базу, а потом накрыть Малгануса на его территории. На базе у Мурадина мы находим лучшую боевую единицу в игре. Это гномий вертолет. Ну и тут опять же понятно, во что он превратился в доте. Люблю я этого крошку гиролета, опять же за озвучку. Вы только послушайте. Прикол этого юнита в том, что по дефолту он может атаковать только летающие цели. А чтобы он мог проводить бомбардировки наземных юнитов, то нужно провести соответствующее исследование на базе. А еще прикол в том, что это по сути не юнит, а единица техники. Если ее задамажили, то похилить ее всякими спылами нельзя. Не можешь же ты хилить вертолет, верно? Зато починить его руками заводчан местных, хо, без проблем. По итогу наша армия состоит из двух полноценных героев, еще кучи снайперов, нескольких гирокоптеров и двух легионок командеров на лошадях. И в таком составе мы принимаем оппонентов в их лагере. Малганус мы, к сожалению, так и не находим. И Артас принимает решение построить здесь свой собственный лагерь. Но тут живописно, хорошо, так еще и земля мертвая под ногами. И вот мы подбираемся вплотную к развязке. Нас ждут две последние главы. Сначала Артас узнает, что его войска отозвал король. И пацаны уже были готовы собирать манатки, чтобы ехать обратно в Лордерон. Но у Артаса гениальная мысль. Как доехать, если нет машины? И решает он, собственно, сжечь все союзные корабли, чтобы не расставаться с любимыми пехотинцами. Так как попросить об этом своих корешей он не может, потому что, ну, как-то палевно. Он обращается в лагеря наемников, где за небольшие гроши можно прикупить себе боевых единиц. Мои любимцы здесь это Огар Маги. В первом лагере были только бежевые. По сути, это просто большие крипы с 20-кой урона, которые приняты впитывать дамаг. А еще у них восхитительная озвучка. ПОЗАБАВИМСЯ! ПОЗАБАВИМСЯ! Мы проходим вглубь острова, шотаем корабли, убиваем нерубов и находим первый в игре адекватный артефакт. Те самые коготки, из которых потом собираются фейсбудс. Тут они дают ощутимые плюс 12 атаки. А дальше нас ждет еще один лагерь наемников, где нам доступны уже другие Огар Маги. Синенькие. У них есть, наконец, одна активка. Всеми любимый Бладласт, который бафает атак спид и держится целых 40 секунд. Чуть дальше нас ждет последний лагерь, где нам, наконец-то, дают каноничных гоблин техников, чья основная задача — ломать деревья и открывать путь дорогу к оставшимся кораблям. Ну и еще они постройки неплохо коцуют, в остальном же их функционал довольно бесполезный. По ходу миссии мы топим 5 союзных кораблей, это замечает наша армия, и Артес не находит ничего лучше, кроме как сварить всю вину на наемников из лагерей, которые так доблестно сражались на нашей стране за несколько сотен деревянных. Армия по какой-то причине оказывается еще более глупой, чем сам Артес, ведется на эту глупую уловку и линчует бедных ни в чем не повидных Огар Магов и Троллей. И вот наступает заключительная глава за Альянс. Мурадин жестко бомбит на Артеса за все его проделки, а в этот момент подскакивает Малакасос с нехилой подкрепой. Он в очередной раз прямым текстом говорит Артесу, что ему не нужно идти дальше, ведь его ждет верная погибель. Но Артесу глубочайше пихуй, он хочет отдефаться, и для этого просит Мурадина пойти с ним за Фростморном, ведь меч весь из себя такой сильный, могущественный и прикольный. На что у гнома не остается выбора, и он соглашается. Дальше в миссии нам придется шинковать много разных нейтралов. Тут вам и волки, которых мы уже встречали, и скелеты, и что-то новенькое, к примеру, духи Банши. Вам они могут быть знакомы, как духи из Смолкэмпа, которые неплохо так разбивают союзную пачку на отводе. А людям, которые играли в первую доту, они также напоминают Дес Профит, чья моделька опять же была просто обскельнутой Баншой. Последний оплот защиты Фростморна, это вот такие вот Стражи. Тоже довольно знакомые ребята, которые подарили свою модельку будущему Разору в первой доте. Стражи перед смертью еще раз предупреждают Артаса, что ничего хорошего Фростморн ему не даст, и что по-хорошему было бы просто дать заднюю, на что Артас упрямо игнорится и идет дальше, где его ждет сам Фростморн. Тут уже и на постаменте с этим мечом написано черным по белому, что клинок проклят, что вообще брать его в руки запрещено, и даже если ты в маске с санитайзером, он точно причинит тебе вред, и ты никак не отдэфишься. Но Артемка у нас альтернативно одаренный. Он хватает, как оголтел этот меч, в результате чего Мурадина взрывной волной отправляет в Вальгало без возможности выкупиться, а Артас, довольный с обновочкой в руке, идет месить Малгануса на его базе, позабыв о том, сколько союзников пришлось положить ради этой бесполезной зубочистки. На базе Малгануса мы встречаем еще всяких новых юнитов, доселе невиданных в игре. Сначала нас ожидают Гаргурии, супер неприятные юниты, которые могут атаковать только Ранжевики, так еще и обращающиеся в камень, чтобы регениться и получать меньше урона. Благо в каменной форме их могут атаковать наземные единицы. Еще напротив стоит Морозная Виверна. Это один из самых сильных юнитов нежити, к слову, который стоил довольно много, но армия таких пацанов неплохо так ломала строение и разбивала лица. Тут опять же понятно, чьим прототипом стала Морозная Виверна в первой доте. По итогу, решив все вопросы с базой Малгануса, перед нами предстает сам антагонист, который после недолгого пасовного спича получает жесткий ласхит по перхоти и отправляется в таверну. Артес после отомщения убегает в закат Нортренда, а экранный текст оповещает о том, что наш герой окончательно прогулял все свои извилины и слетел из катушек. Ну он там еще с этим мечом начал общаться, через меч с ним вроде какой-то темный властелин базарил. Внезапно, ничего хорошего, этот Фростморн ему, как будто тебя не предупредил. Артем, ты такой идиотик, реально тебе сказали все подряд, что не нужно сюда ехать. Он говорит, да не, мне очень надо, ребят, мне вот в этот Нортренд отомстить Малганусу, блин, Малакасосу. В награду за прохождение сюжетки Альянса нам показывают еще один мультик, где уже обратившийся в венецианского стримера Артес возвращается в Лордерон, отбивает Петюню своему отцу и забирает корону. На этом первая часть сюжетки и собственно нашего прохождения подходит к концу. Ну что же, вот такая замечательная сюжетка была за Альянс, и честно, вот сейчас уже перепроходя ее в создательном возрасте, я заметил, насколько смешной там сценарий, и насколько он стремительно развивается, то есть Артес только увидел, что людей заразили зомбизмом, и он такой, все, я буду мстить и не буду думать головой. То есть там нет никакой предпосылки, почему он такой дурачок, почему он так поступает, вообще, в общем, довольно забавно, в общем, получилось, если так поразмыслить. Но в детстве было круто, в детстве было 15 из 10, сейчас 11 из 10, но поностальгировал я здоровски. Собственно, правила вы сами уже знаете, 25 тысяч лайков, и следующая часть прохождения Занежить, я его выложу и расскажу, что там повстречал, какие артефакты, ядрите их в корень, каких героев, тоже ядрите их в корень, в общем, вы шарите. В общем, все, пишите свои мнения в комментариях, пишите, где я что-то неправильно сказал, я обязательно где-нибудь ошибся, как-нибудь неправильно произнес, там, не знаю, что-нибудь имя, по-любому было такое, знатоки, так сказать, лороведы Варкрафта, пишите, вот, ну и, собственно, все, любимые мои пупсики, любите маму, уважайте папу, смотрите видосы, но не захиживайтесь, перед экраном пораньше гасить компьютер, всем удачи, всем пока. Играли в карты, осталась голой, налейте мне еще водки с Кока-Колой, завтра игра Хабаровск-Нальчик, ты мой самый быстрый сахарный мальчик. Играли в карты, осталась голой, налейте мне еще водки с Кока-Колой, завтра игра Хабаровск-Нальчик, ты мой самый быстрый сахарный мальчик. Нубдируй, футболист, я клубная чика Тебя зовут Никита, меня trynaика Поедем в Шегар, а потом в CO�, таксист, рупи погромче, а świ imbalance Ты футболист, я клубная чика, тебя зовут Никита, меня trynaика Поедем в Шегар, а потом в отель, таксист, рупи погромче, а 이제趋ист, не MUSIC Субтитры создавал DimaTorzok